Всем привет! С вами Юлия Ульянова. Хочу быстренько с вами пробежаться по содержанию мартовской коробочки Allure Book. В связи с переездом самой коробочки у меня нет, но сохранились все продукты, которые в ней были, и естественно, что я хорошенько протестировала. Сама коробочка выглядела вот так. Снова такой яркий цветочный принт весенний, и содержание в этот раз также очень порадовало. И естественно, что все коробки, в которых были эти средства, я также выкинула, у меня остались только упаковки. Хочу начать с вот этих двух кремов от Clorans. Это крутые большие пробники. Для коробки, мне кажется, это очень здорово. Здесь по 15 мл и ночного, и дневного крема. Серия Multi Active в обновленной упаковке. На самом деле, серии Multi Active я пользовалась всю зиму, но состав кремов немножко изменился. Когда я тестировала Sashet, мне казалось, что старый крем был гораздо лучше. И когда мне попали вот эти большие версии, я поняла, что в новой версии для меня тоже кое-что есть. Как раз старый крем для всех типов кожи, он был более такой жирно-насыщенный для зимы. Вот эти кремы, несмотря на то, что дневной, также для всех типов кожи, он полегче. Для весны и для более теплого времени года, мне кажется, просто великолепно. И если за ближайшие пару недель я не найду ничего более мега-бомбезного, чем эти кремы, то я куплю полноразмерные версии. Еще один крем, это миниатюрка крема для области вокруг глаз от Givenchy, это Twinkling Eyes. Это увлажняющий гель с эффектом мерцания. В нем действительно очень много мелких частичек, их сразу видно, и они отражают цвет и делают взгляд более ясным. В названии также используется слово icy, ледяной. И на самом деле, когда наносишь этот гель, ощущение, что там мята. И любое дуновение ветерка делает охлаждающий эффект, и это то, что мне не нравится в этом геле. Эффект охлаждения именно для меня это что-то лишнее в креме или в геле для глаз, потому что мне все время хочется отойти к зеркалу и посмотреть, нет ли у меня раздражения, нет ли покраснений, почему это пощипывание, откуда этот холодок. И насчет именно блестяшек вот этих, каждый день с утра я, естественно, наношу защиту также и под глаза BB крем с защитой SPF. Если я выхожу куда-то на улицу, то этих блестящих частичек просто не будет заметно. Перед сном, когда я наношу крем под глаза и я ложусь спать, то эти мерцающие частички, они также полис какой-то особый не принесут. Но это очень красивая упаковка, тоже мерцающая, и эффект действительно заявленный присутствует. Поэтому, наверное, если у вас есть отечность какая-то и нужно охладить глаза и плюс придать им мерцание, если вы не используете какой-то макияж или корректирующие средства под глаза, то крем, мне кажется, очень-очень интересная и достойная вещь. Также у меня в коробке был вот такой вот лак для волос Soft Glam от Ossis. Ossis в коробках Allure мне попадается второй раз. Именно вот такого Soft Glam еще не было, но была другая упаковка, и он был хороший, нормальный, ничего плохого про него сказать не могу, пользовалась время от времени. Точно так же, как и этим. Ну и отличие именно вот этого лака для волос в том, что он обещает не только сильную фиксацию, но и также глоссинность, то есть блестки, какой-то блеск и мерцание. Хороший качественный лак, ничего плохого сказать о нем не могу, но я не могу сказать, что я также очень часто использую лаки, чтобы видеть в них какую-то мега-большую разницу. Следующая штука меня невероятно порадовала, это миниатюра помады от Givenchy, и она такая красивенькая, она такая приятненькая, маленькая, и при этом сама помада невероятно классная. Я уже об этом говорила во влоге недельки, сейчас эта помада на мне, и оттенок приятный такой, который мне сейчас нравится, он нюдовый, и в то же время в нем есть такой какой-то легкий кирпичный, мне кажется, оттенок. Очень приятный, очень мне нравится, и у нее невероятно классные ухаживающие свойства. Невероятно ухаживающие, увлажняющие, она очень легко наносится на губы, можно нанести в один слой, это будет какое-то такое легкое мерцание и защита, можно сделать много слоев, тогда будет отчетливо виден цвет. Но именно вот этот оттенок, он такой неяркий, даже во много слоев он очень так приятно выглядит. Сама помада называется Rouge Interdivinyl, и оттенок у меня четвертый. Еще в этот раз у меня было вот такое средство для умывания от Биодерма, я магии какой-то особо в нем не нашла, у меня сейчас есть хорошая пенка для умывания, поэтому я попробовала всего пару раз. Хорошо моет, ничего плохого, ничего особенно мега хорошего я сказать о нем не могу. Это пенящийся гель для умывания, для чувствительной кожи, поэтому если кожа чувствительная и есть именно проблемы аллергического такого характера, то оптичная косметика Биодерма, наверное, стоит присмотреться. Для меня пока никакой магии не обнаружено. И также мне попался пробник нового Ultra HD тонального средства и консилера от Make Up For Ever. Естественно, упаковка у меня уже не сохранилась, у меня осталось только две вот такие таблеточки, и было еще две таблеточки с тональным средством, потому что вот это два, это консилеры, и это невероятно крутой консилер. Просто вот прям супер-мега-крутой. Круче этого консилера я пока не видела ни одного, и мне кажется, что это прямо must-have, если я вспомню о нем, и когда я буду в Москве, я обязательно его куплю. И тональные средства оба я сразу испробовала, и они мне тоже очень понравились, и я носила их в течение недели, наверное, и первый такой более светлый оттенок и более темный оттенок. Ложится тональный крем отлично, действительно дает такой эффект не то чтобы фотошопа, но кожа выглядит гораздо лучше, и при этом она очень естественная, также держится в течение дня, он здорово. Один минус большой в том, что нет защиты SPF. А вот насчет консилера, если у вас есть особенно проблемы каких-то темных кругов, или вы делаете фотосъемку, видеосъемку, и вам нужно здесь как-то хорошенько забелить, то это просто потрясающая вещь. Давайте я возьму оттенок здесь Y23, он более темный. Я прямо сейчас его нанесу, и вы заметите разницу. Естественно, что этот консилер можно использовать не только под глаза, но можно также использовать его на выступающие любые части, там, где вы хотите высветлить, то есть для контуринга. У меня сегодня освещение так себе, потому что здесь я еще не завела себе отдельный осветительный прибор. Но мне кажется, что эффект и так заметен, потому что происходит точно выбеливание. Видите, что здесь все становится более светлое, и на самом деле, если еще растушевать получше, то это будет незаметно, и выглядеть будет очень-очень здорово. Особенно, конечно, хорошо они идут, эти консилеры, вместе с тональным средством. Тоже из этой серии Ultra HD. Вот тональный крем я бы себе хотела, конечно, еще один пробник, чтобы закрепить результат, посмотреть, насколько это действительно круто, а вот консилер уже меня убедил в том, что это крутая штука, и он хорошо держится, он не подчеркивает там какие-то складочки, точечки, еще что-то. Поэтому, если нужен консилер, прям обязательно присмотритесь, штука офигенная. Вот на счет тонального я еще подумаю. Также в этой коробке у меня были духи, но они уже мне попадались, мне кажется, два раза в этой же коробке, поэтому я их сразу отдала в подарок и даже не стала с собой перевозить. Вот, в общем-то, все, что было у меня в этот раз в коробке от Allurebox, я решила с вами поделиться, несмотря на то, что самой коробки у меня уже и нет. И по составу коробка меня очень порадовала. Обязательно пишите мне свое мнение, что вам понравилось, что не понравилось. И оставайтесь на здоровой, красивой, позитивной нашей коробочной волне. Мы с вами из-за этого видео все. Всем пока!